Международное гуманитарное право лежит в руинах, а угроза нападения Израиля на Рафиах может ввергнуть жителей Газа в еще более глубокий круг – ада. Генсек ООН Антонио Гутерреш первый день месяца Рамадан вновь призвал к немедленному прекращению огня, снятию блокады сектора Газа и освобождению заложников. «Сегодняшний день ознаменован началом священного месяца Рамадан, периоды, когда мусульмане всего мира празднуют и распространяют ценности мира, примирения и солидарности. Однако даже во время Рамадана убийства, бомбардировки и кровопролития в Газе продолжаются. Недавно мы вступили в шестой месяц с тех пор, как террористическая атака Хамаса в Израиле привела к катастрофическому израильскому наступлению в Газе. Мой самый сильный призыв сегодня – почти дух Рамадана, заставив молчать оружие. В то же время в духе сострадания Рамадана я призываю к немедленному освобождению всех заложников». Генсек ООН считает, что все политические, религиозные и общественные лидеры во всем мире должны сделать все, что в их силах, чтобы Рамадан также стал священным для сочувствия и мира. По словам Гутерриша, после Рамадана настанет время Пасхи и Песаха. И сейчас самое время положить конец страданиям невинных людей. «Международное гуманитарное право лежит в руинах, а угроза нападения Израиля на Рафах может ввергнуть жителей Газа в еще более глубокий круг ада. В течение нескольких месяцев лидеры призывали к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному освобождению всех заложников. Самые убедительные призывы поступили от семей жертв этой войны. Я никогда не забуду своих встреч с ними. И они стояли на этой самой трибуне и обращались к вам, объединенные удивительным мужеством и непостижимой болью. Семьи израильских заложников, палестинские семьи, которые поделились душераздирающими свидетельствами израильских бомбардировок. Все они призывали к немедленному прекращению огня. Пришло время положить конец ужасным страданиям. Сейчас самое время сделать это». Тем не менее, призывы генсека ООН находят вовсе не тот отклик, на который он, вероятно, рассчитывал. Ставка Хамаса на то, что продолжение боевых действий в период Рамадана может всколыхнуть мусульманское общество отчасти сработало. Так в Пакистане исламисты требуют начала джихада. «Если вы, правительство Пакистана, не можете ввести джихад против Израиля, тогда дайте сделать это миллионам пакистанцев, которые хотят спасти газу. Мы хотим пойти и спасти палестинский народ. Мы хотим пойти туда. Мы хотим отдать за них свои жизни. Если вы сами не предпринете никаких шагов, а также будете мешать тем из нас, кто хочет что-то сделать, мы будем считать, что в этой войне между Газой и Израилем вы встали на сторону евреев и американцев». Масло в огонь подливают и соседи Израиля на фоне призывов Иерусалима отказаться от провокации и обещаний израильского руководства обеспечить доступ паломников к мечети Аль-Акса, естественно, с учетом повышенных мер безопасности, Иордания своими заявлениями также льет воду на мельницу Хамаса, призвавшего всех мусульман и тем маршем к Аляксе. «Не разрешать верующим совершать свои религиозные обязанности и ритуалы в этот священный месяц и ограничивать доступ к мечети Аль-Акса – все это подталкивает к взрыву ситуации. Именно об этом мы и предупреждаем». Предупреждает Оман и о том, что намерение Израиля и США обеспечить доступ к гуманитарной помощи в сектор газа по воздуху и по морю не способствует улучшению ситуации в Анклаве. Иордания вслед за ООН настаивает на открытии всех наземных пунктов пропуска. «Израиль должен полностью и широко открыть двери для поступления гуманитарной помощи. В секторе газа сейчас голод. Цифры ООН говорят о тысячах людей, которые не могут найти пропитание, о детях, умирающих из-за отсутствия еды и отсутствия молока. Следовательно, этот гуманитарный кризис не может закончиться иначе, как прекращением агрессии и поступлением достаточного количества помощи во всей части сектора газа и разрешением распределения этой помощи по всей территории газы. Той помощи, которая до сих пор поступает в газу, недостаточно для удовлетворения 4% потребностей газы». Несмотря на то, что сама Иордания наряду с США, Египтом, Францией, Бельгией принимает участие в операциях по сбросу гуманитарки в сектор газа, ОМАН уверяет, ручеек помощи едва затрагивает поверхность повседневных потребностей местных жителей. Тем временем источники в правительстве Кипра сообщили, что судно с двумя стами тоннами гуманитарной помощи готово к отплытию. В пути также находится и американское судно с предметами первой необходимости на борту. Владимир Унанянц, 9 канал.